Друзья, обратите внимание на такие сорта томатов. Это как Козула 186, значит дальше Чудо Земли, Алсу, Польская слива тетушки Сварла и, конечно же, послеобеденный Восторг. Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. И сегодня у меня на обзоре Минусинские сорта томатов. Сорта томатов те, которые я высаживала. Это Минусинское бычье сердце кистевое. Ой, как слышно, какой Витя, там что-то стучит, работает, но вы не обращайте внимания. Очень понравился этот сорт. Урожайный, ранний. Бычье сердце так кистевое. 1,8 в высоту, от 150 до 300 граммов. Малосеменной сорт. И, в общем, я хочу сказать, что он ранний. И самый первый стал поспевать. Завязи не сбрасывал. Вообще, такой замечательный сорт. Я вам всем его рекомендую. А теперь я вам покажу Минусинские бычки. Вот такой сорт Минусинский бычки. В него я просто влюбилась. Он такой вкусный. Для меня это сажало в прошлом году. Для меня он был один, наверное, из самых вкусных томатов. Вот так он выглядит на кусте. Но хороший, урожайный, вкусный. Везти его нужно в два ствола. Индотерминатный, средне-ранний, до 3 метров. И плоды от 200 до 500 граммов. Всем вам его рекомендую. Замечательные Минусинские бычки. Вообще, Минусинские сорта очень даже вкусные. Вот, пожалуйста, Подсинское чудо. Не Подсинское, а Подсинское чудо. Я даже вот букву такую большую выделила, что ударение ставить. Подсинское чудо. Потому что за Абаканом, ну, где-то возле Абакана находится это село Подсинское. И вот по этому селу название томата. Очень замечательный томат. Средне-спелый, индотерминатный, до 2 метров. Крупные сливки или цилиндрические. Вес 200-350 граммов. Овально удлиненные плоды. Так, и вот еще Подсинское чудо, Минусинское в разрезе. Почему Минусинское? Именно Подсинское чудо и Минусинское. Да потому что они бывают, как я вам показала, овальные. И бывают именно вот такие. Я разбиралась с этим и разобралась. Вот мне коллекционер прислал как Подсинское чудо. Потом я смотрю, они овальные. Стала разбираться и разобралась. Это тоже так же называется. Подсинское чудо Минусинское. Вот так вот бывает. И Минусинский, и Подсинее. Все в одном томате. В одном названии. Посмотрите, какой красивый томат. А увешанный-то. А вкусный. Я уж его нафотографировала. Друзья, сидел в киплице в углу, где солнышко с утра, ему вроде как маловато. Но такой был урожайный и вкусный. Я вам его всем рекомендую. Подсинское чудо Минусинское. Так, Минусинские стаканы розовые. Вот так. Вот они бывают еще оранжевые. Вот если положить два вместе. Вот такие замечательные. Так. Это кистевой сорт. 150-200 граммов. Так. А вот оранжевые, да, 300 пишут, может быть. Но, друзья, рекламировать их смысла даже нет. Все их знают. Все их любят. Хорошие. Всем рекомендую. Аленка Минусинская. Вот так вот выглядела на кусте у меня. Ну, красивая. Ну, кто со мной на канале, тот знает, что я люблю фотографировать. Все зеленью. Вот так, друзья. В этом, наверное, моя фишка. Так, среднеспелый, индотерминатный. От 200 до 400 грамм. И более. Может доходить до 500 грамм. Овально-сердцевидные формы. Аленка Минусинская. Вот такая Аленка Минусинская в разрезе. На тарелочке у меня. Ну, красивая, замечательная. Когда-то я просто искала этот сорт. И найти не могла. И выписала всего из одного сорта. Но теперь он у меня есть. И есть семена. Минусинский от Балуева. Сажала в этом сезоне. В этом сезоне, что сажала, я уже вам показывала. Но от Балуева не помню, что показывала. Да и неважно. Посмотрите еще раз. Замечательный сорт. А такой урожайный. Среднеспелый, индотерминатный. 180 сантиметров в высоту. Весом от 400 до 800. У меня не было 800 граммов. Могут быть сердцевидными и плоскокруглыми на одном кусте. Вот такой вот он у меня. Сорт есть. Минусинский от Балуева. Всем рекомендую. Солдатова. Солдатова сажала в прошлом году. Так выглядит он у меня в парнике. Рос в парнике. Увешанный был. Солдатова. Очень хороший сорт. Удлиненные кубовидные томаты. Малосеменной. 150-300 граммов. Среднеспелый, индотерминатный. Солдатова. Ну, я думаю, что он тоже должен быть в каждой теплице. Или хотя бы, чтобы его попробовали хоть один раз. Минусинский бурлак. Ну, очень тоже урожайный. Ранеспелый. Действительно, очень рано поспел. Индетерминатный. Весом 300-600 граммов. Сверх урожайный. Ну, не было у меня 600 граммов. Но он очень урожайный. Вот можете даже видеть. Так. Минусинское воловье сердце. Сажала в этом сезоне. Показывала вам, кто со мной на канале. Такие удлиненные плоды. У меня еще есть просто воловье сердце. Он более такой округлый. Почти весь круглый. Чуть-чуть вытянутый. Ну, в общем-то, он был урожайнее. А по вкусу они очень похожи. Вкусные обои. Так что минусинское воловье сердце. И просто воловье сердце у меня есть в наличии. Оба сорта достойные. Вкусные. Минусинские шары. Минусинские шары сажала в этом сезоне. Замечательный сорт. Просто замечательный. Крупные. Вкусные. Хотя и пишут, что они от 150 до 250 граммов и выше. У меня были очень крупные. Просто вот такие вот бомбочки висели. Ну и такие были. Вот видите на фото. Были. В разрезе-то какой замечательный. Никакой плотной массы белой возле плодоножки нет. Но всем рекомендую. Так. Любительский сорт. Среднеспелый и детерминатный. Друзья. Вот я вам показала их. Томаты. А сейчас покажу, какие у меня еще есть сорта, которые я даже и не пробовала высаживать. Лорд Минусинский. Бычье сердце Минусинское с носиком. Бычье сердце Победитель. Подсинская лиана. Говорят, что это почти одно и то же или одно и то же подсинское чудо. Вот подсинская лиана. Ну посмотрим, друзья. Посмотрим. А еще вот у меня есть в пакетиках. Я просто вам зачитаю. Перцевидный из Минусинска. Минусинское сердце плоскоокруглое. Минусинское сердце выставочное. Минусинский восторг. Минусинский с носиком, по-моему, там показывала. Так. Минусинское сердце Саиногорск. Вот так тоже бывает опять. Саиногорск, да Минусинск. Все это в одном. Два в одном. Минусинское сердце Саиногорское. Так. Это у меня от одного коллекционера. Вот здесь от другого. Минусинское красное сердце. Минусинский гигант красный. Минусинский яблочный красный. Минусинский урожайный. Минусинский бочковой. Вот подсинская лиана уже показывала. Так. Два пакетика. Ну и еще у меня здесь есть два сорта. Это минусинский розовый и гуршанка минусинская. Вот так, друзья. Столько у меня минусинских сортов, которые я еще совершенно, ну, не сажала, не сажала. И не знаю, что за сорта. А как хочется, как хочется. Ну, теплица не резиновая, друзья. Мы уже добавили еще одну теплицу, построили. А у меня как не хватало места, так и не хватает. По-моему, нам хоть сколько, хоть 10 теплиц. И мы не все успеем посадить. Ну, до свидания, друзья. Оставайтесь со мной на канале. Дальше будут еще обзоры моих сортов томатов.